Он пришел в архив, значит, да, все это увидел, запаниковал, забегал, сказал, что это вообще невозможно, как-то невозможно это, что это невозможно читать, в принципе, и кто-то стал ему говорить, я хорошо вот это вот помню, как ты говорил, что вот я говорю, не переживайте, я говорю, 10 лет сюда хожу, все равно ничего не понимаю. А, ну да, просто да, было. Вот, понимаешь, точно было, не знаю, года три назад мне это рассказывал. Ну, в общем, это я к чему вспомнила про это, что да, ну, это нормально, ничего не понимать, и мы, в общем-то, потому что практика делает совершенство, да, и чем больше практикуемся, тем лучше все будет. Но, вот, допустим, все равно в какой-то момент наступает такое, что ты открываешь вот этот документ, в котором ничего не понятно, и ты что-то должен с ним сделать. Есть какой-то метод, по которому ты должен ходить, ходить раз за разом, раз за разом, чтобы что-то получилось? Вот, ну, тут, конечно, безусловно, успех вообще работы с такими документами, ну, мы сейчас возьмем, допустим, вот с коробки 17 века, да, то есть работа с такими документами, ну, естественно, она как бы, ну, успех достигается опытом, то есть не будет опыта, то есть никакая теория, ну, особо не поможет, все равно надо наработать какой-то опыт. Сейчас, конечно, хорошо, есть очень много в интернете, можно скачать и посмотреть примеров, то есть лист, ну, то есть, ну, образцов документов можно скачать, то есть есть на чем тренироваться. Вот, ну, опыт опытом, ну, конечно, его надо сверху наложить на какую-то, ну, на какую-то хотя бы вот теорию, хотя бы какому-нибудь минимальную теорию, какой-то, в общем, фундамент, какой-то теоретически, естественно, должен быть. Вот, я вот... То есть, грубо говоря, прежде чем читать первый документ, нужно все равно сначала как-то теоретически подготовиться, да? Да, потому что есть очень много нюансов, которые, ну, интуитивно до них, ну, никак не дойдешь, то есть их надо знать. Ну, я сейчас вот на примере покажу. Вот, я как бы перебрал для себя много разных, ну, их не то чтобы много, ну, есть, в общем, разные учебные пособия по этому делу, но вот, наверное, по чтению скорописи самое толковое, да не, наверное, я уверен, что вот самый лучший, наверное, учебник для этого, это будет вот у меня сейчас вот на экране открыто, я специально открыл, вот это копия дореволюционного издания под авторством Беляева, вот, практически курс, курс древней русской скорописи, вот, рукописи 15-18 столетий, вот, это дореволюционное издание 1907 года, но здесь очень подробно все разбирается, и все расписаны все принципы, правила, нюансы, и есть также, ну, в общем, как бы и практически такой курс, то есть вот здесь вот в книжке приводится вот какой-то, ну, пример, какого-то текста, и потом вот буковка за буковкой разбираются, что там, как написано, что как правильно читать и понимать. Вот, ну, в общем, и вот, то есть в любом случае я всем советую прочитать эту книгу, ну, книжку, ну, хотя бы проштудировать так, ну, общие какие-то правила, чтобы был все-таки какой-то теоретический фундамент, а потом уже сверху нарабатывать практику, вот. Ну, и все-таки, я так понимаю, что до конца-то ее, я вот когда ее изучала до конца, на каком-то моменте, мне уже захотелось перейти к практике, то есть все-таки там есть как-то самая, правильно говоришь, практическая часть, ну, то есть, наверное, самое важное, это сам алфавит, в принципе, для начала, да, понять, как бы, какая буква, как записывается. Ну, алфавит, да, потом там же есть всякие сокращения. А ты можешь пролистать, кстати, туда просто, чтобы, ну, на экране уже... То есть, да, то есть вот она, ну, там, всякая там теоретическая часть идет вообще вначале, потом идет вот, начинается вот, ну, скажем так, с алфавита, то есть есть вот варианты написания букв, да, то есть вот, вот, например, там, вот, букву В, да, вот, вот, и вот дальше вот в каких вариантах она может встречаться в тех или иных документах, вот. Вот, и все равно, даже несмотря на это, все равно же надо понимать, что здесь же это все-таки как бы учебник под эталонный текст, который хорошо разборчиво читаем, а на практике, если мы вот начнем работать, выгадаясь с реальными документами, там много черновиков, там где что-то подчеркано, вписано между строчек, что-то там, опять же, у каждого писаря был свой разный почерк, свой, там, стиль письма. Такой подход, да, если ты знаешь образы букв, например, вот все для буквы Д, как она могла писаться, ну, понятно, в идеале там, и это, безусловно, неполный набор, наверняка еще какой-то писец ее как-то писал, но если ты их заучил, и также, если ты, в общем-то, читаешь, например, документ, ну, который, ты носитель русского языка приблизительно понимаешь, как, какие слова могли употребляться несколько столетий назад, может, ты их не все знаешь, но там они как-то тебе чем-то созвучны, то, в общем, основная задача будет из того, что у тебя есть в голове, вот из этих образов и слов, найти похожее в тексте. Но если мы берем стандартные документы, которые написаны на русском языке, да, вот с XVII века, то, ну, все равно, то, в принципе, это русский язык, он понимаем для современного русского человека, но все равно иногда, конечно, попадаются старые слова, которые уже сейчас отсутствуют в употреблении, ну, в современной речи. Ну... Я помню, что просто мы еще тоже с тобой обсуждали вот этот вопрос, что когда ты не знаешь, что хорошо бы знать вот эту и грамматику там, и лексику, да, этого времени лучше, гораздо лучше, чтобы именно уменьшить количество случаев, когда ты читаешь слово, и ты пытаешься привязать его к своему словарю, оно на самом деле конкретно обозначает там вот какой-то вот термин, который там использовался, там, не знаю, родственный там или так далее. Помню, что вот как раз это, в общем-то, начался наш тогда разговор о том, как вообще углубить свои знания в этом смысле, упростить чтение, правильно? Ну, да, тут, конечно, тоже, ну, как грамматика и лексика, но дело в том, что иногда бывают документы плохо читаемые, да, где-то там лист поврежден, где-то какая-то помарка, где-то еще что-то, где-то, ну, просто вот высвешивший документ, и часть, например, слова какого-то не видно, вот, ну, просто он не читается физически, вот, и тут уже надо, ну, в общем, по смыслу, по контексту уже мы додумываем, что-то может быть, вот, и хорошо это, если такое, ну, употребляемое слово, которое, ну, в принципе, ну, и так понятно, вот. Ну, я хочу сказать, что, в принципе, понятно, что это дальше, если углубляться в этот вопрос, как именно с точки зрения методологии, там, я понимаю, что этот вопрос уже решен, и перестивные грамоты читают как-то, и там, и для скорописи, ты правильно сказал, есть теоретическая часть, и в книге в этой даже, вот, собственно, есть теоретическая часть, но мы сейчас говорим исключительно о своем опыте, поэтому вот, как бы, вот мы сейчас проговорили, как те сложности, да, и которые могут быть, что вот нужно именно знать образы, чтобы находить их в тексте, желательно, там, понимать, о чем речь, да, чтобы в целом какие-то, там, не испытывать проблемы с лексиконом, чтобы лучше опознавать слова в тексте, но, в общем-то, все равно, все равно же как-то этот вопрос решается, несмотря на эти сложности, поэтому в позитивной части давай перейдем. Опять же, все практикой нарабатывается, то есть, ну, поработать достаточно, даже непродолжительное время поработать с документами, вот с этими документами 17 века, в принципе, уже эти слова, как бы, они сами, ну, то есть, ну, в общем. Ну, а какой прогресс вообще, кстати, можно ожидать, ну, для нетерпеливых, которые там хотят на следующий день уже, чтобы все было, все читалось, насколько вообще его, ну, я понимаю, что это сложно, на самом деле, так оценить плюс у каждого по-своему, но какое количество страниц примерно, там, с какой частотой, как вот, может, на своем... Ну, если мы берем идеальный, ну, скажем так, написанный текст, да, без всяких там, где он достаточно хорошо, ну, там, скажем так, он, образно говоря, каллиграфически написан, ну, просто можно, как бы, читать его одновременно с этим вот учебным пособием, да, если где-то что-то непонятно, можно взять, полистать, опять же, открыть этот же самый алфабитик, что-нибудь, да, похоже, найдешь, если где-то даже какую-то букву какую-нибудь не прочитаешь, то все равно там, как бы, по смыслу будет понятно, что это за слово. Ну, если сильно захотеть, то, в принципе, можно даже вот буквально в первые дни, там, да, уже прочитать какой-то там лист и так постепенно идти, ну, а только так, в принципе, наверное, и делается. Вот. То есть, ну, я не знаю, сколько, ну, наверное, сразу и можно после прочтения теоретической части переходить к практике и постепенно нарабатывать опыт. Ну, и там, допустим, если читать, там, ну, раз в неделю, скажем, уходить в архив или заниматься вот своей родослобной, то как, ну, через год, через полгода? Ну, мне сложно, конечно, оценить, но я думаю, полгода больше, чем достаточно, чтобы достаточно хорошо читать. Но опять же, мы сейчас говорим о людях, которые, то есть, вот, советы людям, которые не являются, там, профессиональными, там, историками, а просто вот, кто хочет, вот, пройти там вот и лично поработать в архиве по исследованию своей родословной, то есть, ну, такие вот практические советы для простых, скажем так, людей. Не, ну, понятно, потому что у профессиональных историков, у них, скорее всего, это был курс в институте. Да, то есть, мы сейчас не говорим о каком-то научном подходе, то есть, вот, то есть, даём советы вот обычному человеку, с чего бы начать. Вот я предлагаю начать вот с практического курса вот этой вот книги, да? То есть, её прочитать, ну, алфавит алфавитом. Дело в том, что при написании, вообще, при написании таких вот документов, там же, вообще, вот сама скоропись, дело не только в, ну, вот, в алфавите, скажем так, да, но там же ещё и слова некоторые писать по-особенному. Вот сейчас вот я, например, вот, документ – это писцовая книга Курского уезда. Вот идёт перечисление крестьян. И вот мы видим, вот, перед каждой семьёй, то есть, начало подписания состава каждой семьи начинается с такой буковки «В» в таком кружочке. То есть, ну, как бы, интуитивно мы понимаем, что вот буковка «В» кружочек пошёл со всеми, там, вот, Васька Петров, сын Локтионов, у него, там, дети, Ивашка, Илюшка, там, и потом, вот, потом опять буковка «В» кружочек, пошла следующая семья, буковка «В» кружочек, пошла следующая семья. То есть, мы понимаем, что вот с такого значка начинается, как бы, описание каждой новой семьи. Ну, то есть, интуитивно понятно, что это, как бы, разделение семей, но что это такое, что это вообще означает, почему «В» и почему кружочек? Вот, то есть, ну, тут уже, как бы, и вот, опять, книжечку видно сейчас? Да, видно. И вот, сейчас вот я, например, где об этом написывается. И вот мы, например, видим, вот, есть, то есть, были такие ещё некоторые правила, написание вот какими-то вот целых слов одним символом. И вот, вот, в смысле, вот, буковка «В» в кружочке, это означает «во дворе». То есть, во дворе и идёт состав семьи, описание. Вот. То есть, не зная, например, вот таких нюансов, ну, сложно догадаться, что буковка «В» в кружочке, это означает «во дворе». Вот, вот я имею в виду вот такие нюансы. Да, тут вообще, на самом деле, сложно, в принципе, понять вот это вот, что учебник, в принципе, быстро к этой мысли приучает, что писалось всё не одинаково, не как мы привыкли, что вот есть правила, и по ним все пишут, а что всё-таки писали, ну, приблизительно там всё как-то постарались, там, может быть, там, к одним каким-то правилам привести. Но, в принципе, грознобой было гораздо больше, чем сейчас. Поэтому, действительно, если ты читаешь длинный текст, то, наверное, к концу ты его гораздо быстрее понимаешь, потому что ты уже не только почерк освоил, но и вот то, как… Ну, естественно, там, тем более, не будет знаков припинаний, то есть, точек, запятых там уже не будет. То есть, там надо уже самому там понимать, где там конец предложения, где начинается новое, новый там уже смысл пошёл. Ну, вот, и опять же, такие нюансы. Ну, вот, например, откроем и, в общем, я сразу уже тогда перейду в документ. Вот, в общем, с теорией понятно, какую книжку надо читать. Вот я, например, вот открываю документ. Это вот сказка 1697 года. Вот часто я видел расшифровки таких вот сказок. И самая первая ошибка, которая часто встречается, это вот прямо самое первое, с самого начала. Вот какой-то у нас символ S, пукавка Е и Г. И часто я видел, что прямо так вот и пишет расшифровку, сего года пишет. Ну, то есть, Е, то есть, С, Е, Г, ну, сего года. Вот, на самом деле, это цифра. То есть, тоже, ну, опять же, вот это, к слову, о нюансах, да? То есть, все цифры раньше писались кирильцей. То есть, уже на арабскую систему написания цифр уже перешли там с Петра I. В общем, ещё в XVIII веке это всё ещё кирильцы. Вот, и чтобы можно было отличать текст от цифр, над цифрами ставилась такая чёрточка, она титла называется. Вот, то есть, если мы видим где-то какие-то буковки, и сверху вот такое титло, такую чёрточку, это значит, это цифра. То есть, над вот этой буковкой S и буковкой Е титла, это значит, это не слово сего, это значит цифра. Вот, S и E, E это 205. Имеется в виду 7205 год, а ещё по старой системе летоисчисления, это 7205 год от сотворения мира, что в нашей современной системе летоисчисления, Тождества Христова, соответствует 1697 году. То есть, это не сего, а это 1697 год, ну, если уже на наши перевести, в января в 26-й день. Вот, то есть, это 26, это тоже написано кириллицей, но здесь вот уже титлы нету. То есть, опять же, такие нюансы, что, как бы, если вот я сказал, то есть, вот как вот написано, и в учебнике будет написано, что обязательно на каждой цифре будет титл нарисован. Вот, то здесь вот 26 цифра, а титлы нету. Но вместо титлы стоит вот это вот D, это буковка D и E. И опять же, так написано D, что если мы откроем учебник, где вот этот алфавит, вот, то такого D мы не увидим. Вот, то есть, тут уже надо вот это вот, что уже опять возвращаемся к опыту. Вот, но если все время и долго работать с документами, с такими, то мы уже будем знать, что D может и так писаться. Вот, хотя учебники такой вот не будет. Вот, ну и вот таких вот нюансов много, то есть, которые вот можно только опытом до них дойти. Вот, то есть, мы должны, то есть, теоретические вещи, безусловно, знать, да, вот как вот я там до этого показывал написание слова во дворе одним символом, вот это, как пишется, цифры с титлой сверху. Вот, также есть сокращение слов. Например, слово государя, вот оно написано, вот я сейчас показываю кроссорчиком. Вот, здесь нету пропущенной многие буквы в слове, то есть, мы видим G, D, R, I, и вот буковка S, такая сверху, оно вот так вот обозначено. То есть, пропущенные гласные буквы практически все, да. Вот, ну, то есть, ну, опять же, это вот, надо знать, что вот это слово, и таких вот сокращений тоже достаточно много, то есть, вот я сейчас. Опять же, это все описывается тоже в террористической части. Вот, вот, Господь, как пишется, вот тоже вот. Ну, то есть, вот есть вот все сокращения, то есть, вот в этой книжке все, вот если почитать, то мы уже, когда после прочтения вот этой террористической части подойдем уже к практическому тексту, то уже вот это не будет, неожиданность, мол, а почему слово государя, почему здесь нету буков O, например. То есть, мы уже будем знать, что это вполне допустимое письмо, и что так оно... В общем... Ну, а просто ради интереса, что здесь написано, можешь прочитать? Так, ну, это сказка тысячи... Вот. 205 года, января, в 26-й день, в Путивле, на съезжем дворе, перед Стольником, перед Иваном Михайловичем Беклемишевым, Путивской солдатской недоросль, Роман Голубков сказал, великого государя жалования, жалования поместья за ним нет. Вот. Не единые четверки. А служит он в недорослях, братьев у него и детей, и свойственников, и пришлых, и пришлых людей, людей и приемышев нет. А будет он всей сказке сказал, что ложно, и великий государь указал бы взять взять на нем пеню и учинить ему наказание. Ну, вот, в принципе, и все. Да, ну, некоторые слова действительно прямо легко читаются, как Михайловича, например, а вот некоторые, конечно, абсолютно непонятно, откуда они там появляются. Ну, вот, например, слово и пришлых людей. Ну, пришлых понятно, а вот потом людей. Вот такое тоже вот. Ну, ну, л, ю, понятно, а потом гей. То есть, буквка, как бы, в конце у нас немножко порван лист, или просто не видно, то есть, должна стоять такая вот, как бы, точечка, вот такая вот сверху. Это буква, ну, как бы, и. То есть, вот, Михайлович, вот, Михай, буковка и у нас представлена таким вот апострахом. Вот здесь его не видно, то есть, здесь мы уже догадываемся, что там должно быть. А, Д и Е, вот она вот, можно вот здесь вот взять, вот как у нас день обозначен. 26-й день, то есть, 26-й Д. То есть, вот это вот Д, вот это Е, как буковка Н. Она больше на букву Н похожа, но мы знаем, что это Д и Е. И вот она так же вот такая и здесь написана. Вот, то есть, мы понимаем, что это Лю, Д, и где-то там И, здесь уже не сохранилось. Вот, то есть, опять, вот это вот написано, как вот здесь написано, слово людей, это опять же, вот больше, наверное, опытная такая. Тут, на самом деле, вот да, как раз про опыт. Получается, что, допустим, мы можем понять, там, уже глаз быстро будет поднимать те слова, которые часто встречаются. То есть, это уже будет, глаз уже будет наметан, тогда мы будем понимать, что это написано. То есть, если мы, например, вот подойдем к этому документу, вот, ну, положим перед собой вот этот учебник с алфавитом, откроем этот документ и начнем пытаться прочитать. То вот и вот конкретно, вот в конкретно слово людей будет большая заминка. То есть, мы не сможем прочитать, что это именно людей написано, скорее всего. то есть, это тут уже, как бы мы будем понимать, что здесь это слово написано людей, когда вот, уже непосредственно с опытом это вот. Да, но дальше-то еще следующая сложность, именно собственные. То есть, мы можем через какое-то количество документов начать понимать общие слова, да, не собственные имена, а имена собственные, особенно с учетом того, что мы не знаем, ну, мы сейчас-то не все имена знаем, но тогда были, как-то вот, кстати, тоже отдельные история у тебя была про то, то ли упырь какое-то имя-то было, то ли еще, ну, в общем, такая серия от противного, да, что имя, которым вообще ребенка, наверное, сейчас кто бы не назвал. Ну, то есть, сложно вообще представить себе, что именно там что-то связано с нечистой силой, что ли было, что это вообще имя собственное. И вот как ты смотришь, да, по принципу, что ты в тексте пытаешься найти то, что ты знаешь, ты это никогда не попытаешься найти, потому что, соответственно, ты этого не знаешь. А таким образом ты очень легко можешь рассказить имя своего предка, ну, даже если оно, допустим, там более, то есть, довольно высоко на ошибке, на самом деле. Ну, бывают такие случаи, когда, да, действительно, что-то там не читается, там, опять же, поврежден текст, или там, ну, там физически мы не можем по той или иной причине прочитать там часть какого-то слова, и не подставляется, то есть, по контексту тоже непонятно, что там может быть. Вот как ты говоришь, имя собственное какое-то. Ну, тут уже, не, ну, если имя тут еще проще, все-таки имена там уж совсем там, вряд ли там назовут, то есть, можно почитать какие-нибудь, какие были там славянские имена, но, скорее всего, это все-таки будет такое имя, которое употреблялось не раз где-то. Вот, а если вот это какие-то топонимы, например, которые уже вышли из употребления, там, названия какого-то поля или леса, которого там уже и в помине нет, то, конечно, да, такие сложности могут возникнуть. И есть как бы варианты ошибиться. Ну, здесь всегда имеет смысл посоветоваться. В общем-то, я знаю, что на ВГД, по крайней мере, там эта ветка громадная, помогите прочитать. Там не только по... Там быстро довольно коллективный разум помогает. Ну, и так, да. Не, если, в принципе, что-то можно прочитать, но просто, ну, не хватает там опыта, то, естественно, можно на ВГД обратиться, то есть там более опытные люди, ну, прочтут, если это возможно. Конечно, если... Вообще, кстати, извините, перебила. Да, если, конечно, ну, какое-то там слово, там, часть листа, там, оторвано, и полслова не читается, и это какой-нибудь там уже неупотребляемый топоним, то тут уже, конечно, может и никто не поможет. Это, кстати, да. Ну, а потом еще вот я хочу сказать, что в ВГД же можно с микрофильмов фотографировать, там, большинство документов, которые, по крайней мере, касаются родословных, они все-таки на микрофильмах, да, и, соответственно, можно сфотографировать и разбираться дома, потому что наверняка в архиве читать, если кому-то нужна, например, конкретно одна ревизская сказка, вроде можно ее и в архиве почитать, но можно как бы сфотографировать и дома разбираться, более комфортно. Это очень удобно. Опять же, если мы говорим о поиске, то есть, например, вот взять вот эти же сказки 1697 года, да, вот это, ну, это Путильский, да, любой регион, если взять, то, как правило, сказки, вот там, они, например, если мы возьмем Путильские сказки 1000, или Курские, вот, например, возьмем Курские сказки 1697 года, это три больших дела, общим объемом где-то 2,5 тысячи листов, то есть, мы же не будем фотографировать 2,5 тысячи листов, чтобы дома потом искать свою семью, то есть, все равно нам надо сесть в архиве, найти, хотя бы найти свою семью, ну, искомых людей, да, там уже потом сфотографировать, и дома уже там разбирать подробности, ну, прористать эти все дела надо в архиве. Ну, да, получается, там указатели, там очень редко встречаются, и даже в самом деле, в заголовке, в принципе, я так понимаю, что не везде, например, чтобы было там название. указатели, скорее всего, ну, вот в таких вот, это редко можно встречать, то есть, это все равно, это вот такое последовательно живое, такая, ну, последовательная отработка всего дела, за листом читать, там, ну, опять же, то есть, в каждом документе, если постоянно с ними работать, то уже, ну, например, вот если читать сказки, например, 1697 год, здесь одна семья, один лист, то есть, мы уже знаем, что одна семья, один лист, ну, примерно. Естественно, конечно, может искомый человек, то есть, мы просто смотрим, вот, хозяина двора, да, там, ну, подателя сказки, вот смотрим, роман Голубков, все, можно уже пролистывать, то есть, дальше там вот этот весь текст можно ниже не читать, хотя, конечно, безусловно, что может какой-то человек, вот, которого мы ищем, он проживает, где-то во дворе какого-то, ну, там, своего тестя, например, или какого-нибудь брата, там, двоюродного с другой фамилией, и тогда мы, конечно, пропустим его, ну, чтобы сократить время, ну, в принципе, можно, как бы, тем более для начинающих, можно и такой подход попробовать, то есть, просто смотрим, ищем, обычно податель сказки, он в первых, там, нескольких строчках сверху, его находим, обычно перед словом сказал, то есть, обычно вот эти сказки, там, они, то есть, такой-то, 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 потом сказал, и вот, как бы, уже глаза, имеющим слово сказал, и перед словом сказал, имя, фамилия, смотрим, не подходит, пролистываем, листаем дальше, вот, и, ну, так будет быстрее, то есть, не обязательно просчитывать прямо каждую строчку, все вот эти, там, 2000 листов, и с ревизами работать проще, потому что, в ревизиях, как правило, мы ищем населенный пункт, то есть, ревизии, они уже там, то есть, эти сказки уже подавались по населенным пунктам, то есть, если нам нужна первая ревизия, там, какого-то конкретного села или деревни, мы ищем уже конкретно село или деревню, и потом уже в этой деревне, в этом населенном пункте ищем конкретную семью, то, например, сказки 1700 года, 1697 года, и более ранее, они редко подавались, то есть и общие шиты по населенным пунктам они как пола полностью идут в целом по уезду но в лучшем случае по роду службы то в солдатской службы там отдельно отдельно там рейтары там отдельно там родовой службы и так далее ну вот но все равно за это идет в целом по уезду то есть там гораздо сложнее то есть гораздо больше объем листов надо пересмотреть чтобы найти ту или иную семью то есть если подытожить все вышесказанными то есть ну что можно то что можно посоветовать просто людям которые хотят самостоятельно работать с более ранними документами для поиска своих для исследовать свои родословные в общем хочу просто как бы это начать с практического курса изучение скоропись для этого мы советуем вот дореволюционное издание авторства беляева практически курс древней русской скорописи и потом переходить к практике но я бы вот ну как бы мой такой совет перед тем как идти ехать в ргада все-таки накачать в интернете сейчас есть куча примеров документов просто попробовать из сети набрать каких-нибудь листов там из разных дел попробовать их почитать но я хочу сказать в итоге что она на самом деле того стоит потому что хотя можно конечно там написать в архив например заказать по первым там трем ревизиям предположим исследования но почему именно интересно читать самостоятельно потому что это это то где вам никто не соврет вот сколько историй ты опять таки рассказывал о том что ты где-то находил какие-то интересные истории это еще тот период когда люди писали как-то более живым слогом не таким бюрократическим то есть конечно это был серьезный документ но для нас он воспринимается но по большому счету правда как сказка то есть там очень много интересного если там не брать даже строго генеалогические интересные документы а просто исторические по вашему по том местности которая кому-то может быть интересно там от малой родины так скажем то там правда можно найти чего только там не найдешь вот и иметь возможность это прочитать но это стоит того чтобы потратить полгода года и бороться с этим ужасом что ничего не получается не читаемая куча ошибок я все правильно понимаю потому что лучше понимать хоть как-то чем не пытаться вообще нет конечно да я абсолютно согласен этого стоит